Этот датчик при обнаружении задымления оповестит вас, оповестит о пожаре. Вы примете меры по эвакуации детей и принять меры по тушению этого пожара. Для этих целей эта акция по всей России проходит. Следа мне не нужна, зачем? Решение мужчины довольно странное. У него в этом доме четверо детей. При этом о планируемой установке пожарного датчика он знал заранее. Но когда сотрудники приехали, почему-то передумал. А зря. Дополнительная мера безопасности не помешала бы его семье в случае пожара. Этот дом отключен от газа. Вот здесь должна проходить газовая труба, но ее нет. На основании того, что во дворе лежат дрова, можно сделать вывод, что в этом доме исключительно печное отопление. Но тем не менее, хозяин дома отказался от установки пожарного извещателя. Таким образом, он просто подвергает свою семью дополнительному риску. В следующий дом нам тоже удалось попасть не сразу. Люди были внутри, но никто не открывал. Даже забаррикадировали калитку. Через какое-то время все-таки вышла молодая девушка. Вы можете показать свои помещения для того, чтобы мы это сделали? И все. Займет ровно одну минуту. Это бесплатно. Это для вашей же безопасности и безопасности ваших деток. По информации сотрудников МЧС, в этом доме проживает 11 детей. А значит, риск возникновения пожара очень велик. И специальное оборудование придется как нельзя кстати. К тому же специалисты нашли и серьезное нарушение. Этот отопительный прибор предназначен для отопления, для использования газом. Здесь нету топки, здесь нет притопочного листа, естественно. Здесь элементы твердого топлива кладутся непосредственно в ту камеру, в которой должен быть сжигаться газ. То есть это элемент, на самом деле, переустройства отопительного прибора. А это делать не только запрещено, но и опасно для жизни. Сотрудники ведомства провели с хозяйкой и ее детьми профилактическую беседу и настоятельно рекомендовали устранить несоответствие требованиям. В следующем доме нас приняли добродушно. Хозяин не препятствовал работе мастера и высоко оценил помощь от МЧС. Сергей – отец четверых детей. И вопрос их безопасности для него приоритетный. Объясняю постоянно, что если где-то какое-то задымление, что-то покинуть помещение и сообщить родителям. И также, как я работаю очень близко к дому, у меня дети могут прибежать и что-то сообщить. Сотрудники МЧС совместно со Всероссийским добровольным пожарным обществом проводят рейды по многодетным и малообеспеченным с 2018 года. Датчики уже установили больше, чем в 800 семьях. Всего на территории края почти 2500 таких семей. В планах установить извещатели во всех домах, где проживает эта категория населения. Когда мы проводим работу подобную, зачастую мы сталкиваемся с людьми, которые совершенно не желают контактировать с нами. Они не понимают все меры ответственности и высказывают свое недоверие и нежелание вовлекаться в эту огромную проблему, которая существует у нас сегодня. На территории края за последние 5 лет зарегистрировано, к сожалению, 19 погибших детей на пожарах. Это недосмотр родителей. Всегда, когда мы говорим о причине детской шалости с огнем, это оставление детей без присмотра. Сотрудники МЧС уверены, установка специального датчика поможет сократить количество смертельных случаев при пожаре. Пожарный извещатель реагирует на дымы. В случае задымления помещения устройству достаточно примерно 6 секунд, чтобы зазвучала сигнализация. Происходит это примерно вот так. Звук достаточно громкий. Услышать его можно даже снаружи дома. Поэтому у людей есть все шансы для того, чтобы спасти себя и предпринять какие-то меры для спасения своего имущества. Обязательно установят пожарные датчики и у себя дома в Екатерина Сегеда и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение.